Кошачий алфавит Кошки Мы не будем заходить так далеко, и хотя герои сегодняшней программы несомненно заслуживают того, чтобы им посвящали новеллы, мы этого делать не станем. Мы посвятим им одну лишь передачу, но поверьте, этого хватит для того, чтобы они покорили ваше сердце. Какое отношение имеет царь Петр к кошкам? О ком из сфинксов можно сказать самые молодые и грациозные? Подходят ли кошкам косметические средства, используемые людьми? И для чего? Порода петербургский сфинкс появилась в Санкт-Петербурге. Эти кошки – результат скрещивания ориентальных кошек и бесшерстных данских сфинксов. Петербургский сфинкс имеет еще и другое название – Петерболт. Поскольку вся у нас группа сфинксов идет, поэтому выделяют петербургский сфинкс, а так авторское название породы – Петерболт. То есть слово Петер – это Петр, Болт – это Лысый. Название это дала породе петербургская заводчица Ольга Сергеевна Миронова. По ее словам, своим вторым именем Петерболты обязаны Шемякинскому Петру Великому. Помните этот памятник? Уставший от государевых дел и бесконечных разборок, содрав парик и утерев пот, откинулся Петр на спинку неудобного канцелярского кресла, уронив руки на подлокотники. Громадная узкоплечья фигура. Взгляд насторожен, как у притаившегося кота. Как выскочит, как выпрыгнет, полетят клочки по закоулочкам. Недаром этого царя при жизни с котом сравнивали. А в новейших петербургских мифах гуляет Петр по проспектам своего любимого города. Видят его то в летнем саду, то в Петропавловке. Что-то мистическое и неуловимое есть и в петерболдах, петербургских сфинксах. В их привязанности к человеку неподражаемые царственности и гордые непокорности. Так говорит Ольга Сергеевна Миронова о своих питомцах. Сегодня петерболды хоть и немногочисленны, все-таки порода молодая, но известны не только в России, а во всем мире. История этих кошек началась в 1994 году с экспериментальной вязки донского сфинкса Афиноген Мифа и ориентальной кошечки Родмы фон Ягерхоф. Котят родились почти голенькими, а их экстерьер, как и мечталось, был ориентального типа. Для дальнейшей селекционной работы из первых двух пометов отобрали четырех котят петерболдов. В 1996 году порода была зарегистрирована в селекционной филинологической федерации. На данный момент петерболдам разрешены и рекомендованы вязки с восточными кошками, ориентальными и сиамскими. По сути, петерболд должен выглядеть как лишенный шерсти ориентал или сиам. Но несмотря на то, что донские сфинксы и петерболды имеют одного общего предка, их все-таки следует рассматривать как две различные породы. Быть может, найдутся люди, которые скажут, мол, какая была необходимость специально создавать новую породу. Однако ценители петерболдов так не считают. Если говорить о петерболдах, изначально кошки эти в себе в большей степени несут гены ориентальных и сиамских кошек. То есть, по сути дела, петерболд – это голо-ориентальная либо голо-сиамская кошка. Не знаю, может быть, через большее количество времени, так или иначе, такая мутация могла бы произойти сама по себе от природы, без вмешательства человека. И надо отдать должное заводчикам. Несмотря на огромную популярность породы в наши дни, она пока не потеряла своего лица. Разведение петерболдов не скатилось к размножению просто максимально голых кошек с родословной. Стандарт у петерболда такой же, как и у кошки сиамской или ориентальной. Тело длинное и гибкое. Шея тоже длинная, стройная. Грудная клетка и плечи не шире бёдер. На животе характерная продольная складка. Конечности длинные и тонкие. Лапы изящные и овальные. Задние ноги слегка длиннее передних. Хвост длинный, тонкий в основании. Сужается к заострённому кончику. Мордочка клиновидная, нос длинный и ровный. Продолжает линию лба без излома. Глаза миндалевидные, среднего размера. Уши большие, широкие в основании. Разведены в стороны. Предпочтителен низкий постав ушей. Как и любой сфинкс, петерболт имеет экзотическую внешность. Но от дончака, обладающего крепким телосложением, он отличается грацией и утончённостью. Если посмотреть на облик донского сфинкса и на облик петерболта, разница, в принципе, заметна. Потому что донской сфинкс – это достаточно такая коренастая, крепко сбитая кошечка. А петерболт – это кошка на тонких длинных лапах, достаточно с длинным телом и с такими большими, широко поставленными ушами. То есть, если вот рядом посадить этих кошек, видно, что это кошки разных пород. Хотя они могут иметь даже одинаковый окрас. Удивительное изящество новой породе передали сиамо-ориентальные кошки. Как, впрочем, и узкую кленовидную голову, огромные уши и разнообразие окрасов. Акрасы признаны всем. То есть, колорный окрас – это сиамский окрас в простонародье. То есть, а у сиамского окраса там тоже порядка 50 вариаций идёт. Сплошные окрасы с рисунком, без рисунка, полосатые, неполосатые. Вот как на этом коте с белым, без белого. То есть, абсолютно все окрасы признаны. И потому, каких только петербургских сфинксов не бывает. Есть традиционные – чёрные, красные, голубые, черепаховые. А есть и редкие – лиловые, кремовые, шоколадные и разнообразные пойнтовые, как голубоглазые сиамы. И даже бикалорные, то есть двухцветные. Внешность у петербургских сфинксов действительно экзотическая. Бархатная кожа, огромные уши и длинные пальчики на лапах – это характерные черты всех сфинксов. А вот таких раскосых, загадочных глаз нет ни у кого из сородичей петерболдов. И глаза эти, как правило, зелёные. Петерболды – чрезвычайно удобные в содержании кошки. Ведь у них нет шерсти, которая остаётся на мебели и одежде. Как и донские сфинксы, петерболды могут быть совсем лысыми и не очень. Рождаются они так же, как и любые сфинксы. Бывают абсолютно резиновые, то есть чистая кожа. Бывают флоковые, то есть тонкий флок такой вот, по примеру, это. Бывают браш, то есть это вот как вот на лапах примерно, то есть они раздеваются со временем. И бывает, рождается прямошёстная, то есть это такая же шерсть, как у ориенталов. Они прямошестные, они, в принципе, кошки в дальнейшем используются в разведении, а коты обычно идут под кастрацию. Совсем голые кошечки хороши для выставок, но, как говорят заводчики, плохо держат тип. Кошки варианта браш, от английского браш, щётка, отлично подходят для разведения. Шерстка у них маленькая и напоминает щетину. А вот флоковые сфинксы просто созданы для того, чтобы быть домашними любимцами. Как правило, они приносят здоровое потомство и не доставляют хлопот. Перечисленные типы лишь в общих чертах показывают, насколько разнообразны варианты шерсти у петерболдов. На самом деле котята рождаются в совершенно разной степени оброслости. Заводчикам приходится иметь дело с множеством переходных типов шерстного покрова. И очень трудно предсказать, какой будет шерсть у взрослого животного. Полностью же шерстка формируется годам к двум. Опытные заводчики говорят, что в помёте из пяти котят один, как правило, брашевый, два флоковых и остальные гамми, то есть абсолютно голые. Из голеньких, скорее всего, выживет лишь один. Как правило, полностью резиновые кошки мельче своих братьев и сестёр. А вот их шерстистые родственники отличаются высокой жизнестойкостью. С возрастом разница в размерах исчезает. Часто люди думают, что закрученные усы петерболда являются дефектом или их имеют больные животные. Это не так. Ген без шерсти действует не только на шерсть, но и на усы и брови. Поэтому у кошек они сильно извиты, отсутствуют вообще или могут быть обломаны. Если от дончика петерболды переняли бесшерстность, то от ориентала им достался тип и, что важно, характер. Очень часто ориентальные сиамские кошки и петербургские сфинксы живут в одном доме и прекрасно себя при этом чувствуют. Петербургский сфинкс способен очаровать любого. А ещё он ласков, миролюбив, незлопамятен и контактен. Петерболд не терпит одиночества и с удовольствием общается с хозяином. Петербург, как любая восточная кошка, это кошка-собака, которая на руки идёт, её с рук не согнать. Она хвостом ходит за вами весь день, ей нужно общение. Может быть, даже не человек, а другая кошка или собака. Но всё равно нужно кричать, он сам пришёл. Но всё равно хочется на руки. То есть, чтобы хозяин его ласкал, обнимал, целовал. Такое ощущение, что петербургский сфинкс соединил в себе лучшие черты разных животных, даже собак. При общении вы замечаете, что этот кот хорошо понимает и ваши команды, и вашу меч. Во-первых, они сами себе могут достаточно ловко найти какое-то занятие. Какая-то случайная уроненная на пол бумажка становится, естественно, объектом охоты и игр. Но с ними можно и специально играть. Можно их этому научить. Мы как раз-таки учили. Но я знаю, что очень у многих это получается даже случайно. Эти кошки любят таскать в зубах предметы. И можно научить их приносить эти предметы обратно. То есть, либо там какой-то комочек бумажки, либо какую-то пробочку. Кидаешь, говоришь, неси, и они приносят обратно и отдают в руки. То есть, поведение такое, как у собачек. Идем. Кадик, мальчик. Кадик, кадик. Даже не мечтайте о том, что петербургы позволят вам уединиться. Если вы дома, они будут маячить где-то поблизости. Вы на кухню, и они на кухню. Вы в комнату, они следом. Вот об этой особенности петербургских свинксов заводчики будущих владельцев предупреждают заранее. Если они хотят внимания со стороны животного, то есть именно такого, как кошку-компанину, то можно завести. Если они не любят назойливых животных, то есть те, которые постоянно лезут на руки, постоянно хотят общения, то им лучше завести другую породу, которая бы отдельно сидела где-то на подошечке, отдыхала, и когда сама захочет, подходила бы к ним очень редко. Характер этих мурлык соединил в себе самые яркие черты донов и восточников. Коротко охарактеризовать петербурга можно так. Восточная загадка плюс горячая голая кожа свинкса. Любовь к людям становится просто неоценимым достоинством петербурга, когда речь идет о детях. Если уж так хочется завести кошечку молодому семейству, петербургский сфинкс – лучшая кандидатура. Есть какие-то определенные характеристики пород, которые надо учитывать людям, которые хотят взять себе в дом котенка. Петербург, на мой взгляд, в дом, где есть ребенок, это замечательная кошка, потому что они не обижают, они подходят, они даже как будто бы следят, могут сесть рядышком, наблюдать, но наблюдать именно с той точки зрения, чтобы ребенок, допустим, что-то не сделал не то. У петербургов хорошо развит материнский инстинкт. Они легко вскармливают и своих, и чужих котят, вылизывают их, уделяя малышам много внимания и играя с ними. Петербургские свинксы вообще не прочь поиграть. Друг с другом, с человеком, даже сам с собой такой котик играет с удовольствием. Покупайте им побольше игрушек, они их любят. Петербургские свинксы Петербургские свинксы Петербургские свинксы – невероятно смышленые животные. Их ум и сообразительность очень облегчают людям жизнь. К примеру, помогают за ними же ухаживать. Они понимают, что протирать глазки, ушки, а также стричь ногти нужно. И не вырываются. Все эти процедуры действительно необходимы петербургскому свинксу в силу особенностей его организма. Надо протирать глазки, поскольку бывает. Вот у флоковых вариантов существуют реснички, усы. У резиновых вариантов нет ни ресниц, ни усов практически тоже нет. И поскольку ни ресниц нет, поэтому вся пуль попадает в тему глаза. И там образуется такое вот небольшое желе, которое нужно регулярно прочищать. Ушки, естественно, тоже надо регулярно чистить, поскольку они все как бы резиновые и горяченькие. То же самое надо все прочищать регулярно. Для протирания глаз можно использовать слабую заварку чая или обыкновенную кипяченую воду. Иногда стоит стричь когти. Как мы уже говорили, петербургский свинкс – очень смышленая кошка. Стоит ей разок объяснить, где надо точить когти, и у вас одной проблемой меньше. Ободранные кресла и обои – это не про петерболдов. Беременные кошки также активны и подвижны, как и всегда. Прыгают, бегают, играют. Поберегите в этот период свою королеву. Сделайте ей легкий массажик. И вообще, всячески проявляйте любовь и уважение. Нормальная и здоровая кошка способна родить и выкормить полноценный помет. А петерболды, благодаря своей восточной крови, как правило, многоплодны. Самой горячей любовью у многих заводчиков пользуются флоковые вариации петерболдов. Они требуют минимального ухода, и у них меньше всякого рода кожных проблем. А такие проблемы бывают. Некоторые раздетые животные страдают от аллергии. На животе, боках и изредка даже на спине у них образуются выступающие над поверхностью здоровой кожи полосы в виде узорных разводов. Проявляются они, как правило, в период полового созревания. Еще одна особенность, связанная с тем же периодом в жизни петерболдов котов, это угри на хвосте. У лысых котов, у взрослых, в период полового созревания, у них он может покрываться угрями большими, которые тоже надо либо очистить, либо кастрировать котика. Тогда гормальный фон нормализуется, и угри пропадают сами собой. Вот у фоковых котов и проблемы с играми тоже не бывают. Бороться с этой проблемой помогает обыкновенный лосьон против угревой сипи. А вот чего по-настоящему боится петербургский сфинкс, так это сквозняков. Вообще же, если в комнате вы себя чувствуете комфортно, комфортно будет и вашим кошкам. Тем не менее, тепло петерболды любят самозабвенно. Им обязательно нужны теплые домики и лежачки. В ночное время сфинксы предпочитают находиться рядом с хозяином. Они не прочь перебраться в его постель, чаще всего под одеяло. В этих случаях создаются ощущения, что у вас под боком лежит живая грелка. В зимнее время хорошо устраивать для них полочки на батарее. Что касается купания, то здесь у заводчиков и владельцев единодушия нет. С одной стороны, петербург – кошка голая, и его кожа пачкается точно так же, как и ваша. Стало быть, купать его необходимо, особенно в том случае, если он абсолютно лыс. Ставите в ванну, в тазичек, наберите сначала водички, хотя бы по колено. Колено у них в воду где-нибудь, чтобы она спокойно стояла. И оттуда уже спокойно умывайте ее водой. Потому что если ее просто кидать в воду, она там еще и утонет. С другой стороны, тело бесшерстной кошки выделяет смазку, которая защищает животное от внешних воздействий. Смазка выделяется в очень небольшом количестве у животных. И, скажем так, правильно они называются, гамми, резиновые. Это абсолютно голенькие кошки, на которых нет ни единого волоска. Эта смазка необходима для того, чтобы защитить кожу, опять-таки, от перегрева, и от каких-то внешних воздействий. Лишний раз ее смываю, просто стресс для животного, для кожи наносится. Сторонники этой точки зрения просто протирают кошек влажным полотенцем или салфетками. Вообще, сфинксы воду любят. Не боятся ее точно. И все водные процедуры переносят с удовольствием. Они абсолютно спокойно могут на даче под дождиком прогуляться. И им это доставляет определенное удовольствие. Это видно, потому что они счастливые, бегают по мокрой траве. Дома точно так же в ванной, в душевой кабине. Они могут залезть, даже когда течет вода, и просто сидеть, играть водой. В основном, петерболды – это здоровые, сильные животные с хорошим иммунитетом. При своевременно выполненных прививках, правильном уходе и разумном питании они принесут вам огромную радость. Всем известно, что имя, которое дается человеку при рождении, имеет свое значение. Наверное, поэтому молодые родители с таким рвением изучают всевозможную литературу, пытаясь узнать тайный смысл имени, который они хотят дать малышу. С кошками все несколько иначе. Никто еще не придумал справочников, где было бы написано, что значит такие имена, как Мурзик, Барсик или Рыжик. Мы даем нашим котам клички по велению сердца, и мне кажется, это правильно. Однако некоторые умельцы все же умудряются даже составлять сборники кошачьих кличек. В этих книгах можно выбрать имя для котенка, если вдруг не получается придумать самим. Но вот найти толкование к каждой кличке нельзя. Да и вряд ли когда-нибудь появится на полках книжных магазинов творение под названием «Толкование кошачьих имен». А если и случится такое, автор сего труда наверняка получит Нобелевскую премию. Это была программа «Кошачий алфавит». Хорошего вам настроения! Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Это программа «Кошачий алфавит». Сегодня, как, впрочем, и всегда, мы поведем речь о самом прекрасном, загадочном и таинственном животном на планете – кошке. Есть кошки, которые стали знаменитыми благодаря хозяевам. Например, безымянная кошка французского писателя Жанна Кокто носила ошейник с надписью «Кокто принадлежит мне». Не расставался со своим сиамским талисманом чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Кота звали Чес, что в переводе с английского означает «шахматы». Эрнест Хэмингуэй, живя на Кубе, держал больше 30 кошек. У Марка Твена их было 10. Английская писательница Дорис Лессинг посвятила кошкам целых 14 новелл. Мы не будем заходить так далеко. И хотя герои сегодняшней программы, несомненно, заслуживают того, чтобы им посвящали новеллы, мы этого делать не станем. Мы посвятим им одну лишь передачу. Но поверьте, этого хватит для того, чтобы они покорили ваше сердце. Какое отношение имеет царь Пётр к кошкам? О ком из сфинксов, можно сказать, самые молодые и грациозные? Подходят ли кошкам косметические средства, используемые людьми? И для чего? Стандарт у Петерболда такой же, как и у кошки сиамской или ориентальной. Тело длинное и гибкое. Шея тоже длинная, стройная. Грудная клетка и плечи не шире бёдер. На животе характерная продольная складка. Конечности длинные и тонкие. Лапы изящные и овальные. Задние ноги слегка длиннее передних. Хвост длинный, тонкий в основании, сужается к заострённому кончику. Мордочка клиновидная, нос длинный и ровный, продолжает линию лба без излома. Глаза миндалевидные, среднего размера. Уши большие, широкие в основании, разведены в стороны. Предпочтителен низкий постав ушей. Как и любой сфинкс, петерболт имеет экзотическую внешность. Но от дончака, обладающего крепким телосложением, он отличается грацией и утончённостью. Если посмотреть на облик донского сфинкса и на облик петерболта, разница, в принципе, заметна. Потому что донской сфинкс – это достаточно такая коренастая, крепко сбитая кошечка. А петерболт – это кошка на тонких длинных лапах, достаточно с длинным телом и с такими большими широко поставленными ушами. То есть, если вот рядом посадить этих кошек, видно, что это кошки разных пород, хотя они могут иметь даже одинаковый окрас. Порода петербургский сфинкс появилась в Санкт-Петербурге. Эти кошки – результат скрещивания ориентальных кошек и бесшорстных донских сфинксов. Петербургский сфинкс имеет ещё и другое название – петерболт. Поскольку вся у нас группа сфинксов идёт, поэтому выделяют петербургский сфинкс. А так авторское название породы – петерболт. То есть слово Петер – это Пётр, Болт – это Лысый. Название это дала породе петербургская заводчица Ольга Сергеевна Миронова. По её словам, своим вторым именем Петерболты обязаны Шемякинскому Петру Великому. Помните этот памятник? Уставший от государевых дел и бесконечных разборок, содрав парик и утерев пот, откинулся Пётр на спинку неудобного канцелярского кресла, уронив руки на подлокотники. Громадная узкоплечья фигура. Взгляд насторожен, как у притаившегося кота. Как выскочит, как выпрыгнет, полетят клочки по закоулочкам. Недаром этого царя при жизни с котом сравнивали. А в новейших петербургских мифах гуляет Пётр по проспектам своего любимого города. Видит его то в Летнем саду, то в Петропавловке. Что-то мистическое и неуловимое есть и в петерболдах, петербургских сфинксах. В их привязанности к человеку неподражаемые царственности и гордые непокорности. Так говорит Ольга Сергеевна Миронова о своих питомцах. Сегодня петерболды хоть и немногочисленны, все-таки порода молодая, но известны не только в России, а во всем мире. История этих кошек началась в 1994 году с экспериментальной вязки донского сфинкса Афиноген Мифа и ориентальные кошечки родной фон Ягерхов. Котята родились почти голенькими, а их экстерьер, как и мечталось, был ориентального типа. Для дальнейшей селекционной работы из первых двух пометов отобрали четырех котят петерболдов. В 1996 году порода была зарегистрирована в селекционной филинологической федерации. На данный момент петерболдам разрешены и рекомендованы вязки с восточными кошками, ориентальными и сиамскими. По сути, петерболд должен выглядеть как лишенный шерсти ориентал или сиам. Но несмотря на то, что донские сфинксы и петерболды имеют одного общего предка, их все-таки следует рассматривать как две различные породы. Быть может, найдутся люди, которые скажут, мол, какая была необходимость специально создавать новую породу. Однако ценители петерболдов так не считают. Если говорить о петерболдах, изначально кошки эти в себе в большей степени несут гены ориентальных и сиамских кошек. То есть, по сути дела, петерболд – это голо-ориентальная либо голо-сиамская кошка. Не знаю, может быть, через большее количество времени, так или иначе, такая мутация могла бы произойти сама по себе от природы, без вмешательства человека. И надо отдать должное заводчикам. Несмотря на огромную популярность породы в наши дни, она пока не потеряла своего лица. Разведение петерболдов не скатилось к размножению просто максимально голых кошек с родословной. Удивительное изящество новой породе передали сиамо-ориентальные кошки. Как, впрочем, и узкую кленовидную голову, огромные уши и разнообразие окрасов. Окрасы признаны всем. То есть, колорный окрас – это сиамский окрас в простонародье. То есть, а у сиамского окраса там тоже порядка 50 вариаций идёт. Сплошные окрасы, с рисунком, без рисунка, полосатые, не полосатые. Вот как на этом, как и с белым, без белого. То есть, абсолютно вся окраса признана. И потому, каких только петербургских сфинксов не бывает. Есть традиционные – чёрные, красные, голубые, черепаховые. А есть и редкие – лиловые, кремовые, шоколадные и разнообразные пойнтовые, как голубоглазые сиамы. И даже бикалорные, то есть двухцветные. Внешность у петербургских сфинксов действительно экзотическая. Бархатная кожа, огромные уши и длинные пальчики на лапах – это характерные черты всех сфинксов. А вот таких раскосых, загадочных глаз нет ни у кого из сородичей петерболдов. И глаза эти, как правило, зелёные. Петерболды – чрезвычайно удобные в содержании кошки. Ведь у них нет шерсти, которая остаётся на мебели и одежде. Как и донские сфинксы, петерболды могут быть совсем лысыми и не очень. Рождаются они так же, как и любые сфинксы. Бывают абсолютно резиновые, то есть чистая кожа. Бывают флоковые, то есть тонкий флок. Например, это бывает браш, то есть это вот как на лапах, например.